Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Сейчас один из самых популярных грибов это шампиньон. Часто шампиньоны можно увидеть на полках в продуктовых магазинах. Шампиньонов существует довольно-таки огромное количество видов. И зачастую даже микологам очень трудно разобраться, где какой вид шампиньона вырос. Дело в том, что очень много шампиньонов со схожими макропризнаками. Этот шампиньон называется шампиньон полевой. И у него тоже есть свои двойники и очень сильно похожие на него шампиньоны. Встретить его можно как на лугах и пастбищах, так и в садах и парках. Гриб этот съедобен, и у него есть даже съедобный двойник, шампиньон клубеньковый, который растет под елями на еловой подстилке. Есть и похожий на него ядовитый двойник, шампиньон желтокожий, у которого мякоть становится ярко-желтой при повреждении. И он имеет запах чернил или йода. А вот шампиньон полевой пахнет анисом, но он имеет не такой сильный запах аниса, как, например, говорушка анисовая. Да по сравнению с говорушкой анисовой, его запах просто приятный. А мякоть у него при повреждении желтеет. Также на этот гриб очень похож шампиньон перелесковый, у которого тоже желтеет мякоть и присутствует анисовый запах. Но этот гриб растет в лиственных и хвойных лесах и имеет меньшие размеры. В диаметре примерно шляпка у него достигает 10 сантиметров, а шампиньон полевой в диаметре, по некоторым данным, может достигать и 30 сантиметров. Но я такие гиганты не находил. Самые большие, которые мне попадались, были около 15, ну где-то под 20 сантиметров в диаметре. Шляпка шампиньона полевого у молодого гриба покрыта мелкими светлыми чешуйками, а у старых грибов она становится гладкой. Молодые грибы белые, затем постепенно по мере роста начинают становиться желтоватыми, появляются охристые пятна, а у старых грибов цвет шляпки становится вообще желто-коричневым. Строение геминофора у гриба пластинчатое, пластинки частые, свободные, изначально белые, затем становятся светло-серые, постепенно буреют и становятся шоколадно-коричневого цвета. Ножка в высоту не превышает 10 сантиметров, а в диаметре не более 2 сантиметров. Кольцо у шампиньона полевого толстое, двуслойное. Встретить гриб можно с мая и до октября, в зависимости от погоды. В прошлом году этот гриб не попадался в июне и октябре. На латыни название этого гриба звучит как Агарикус арвенсис, а в Британии этот гриб называют Хорсмашрум, или Конский гриб. Также есть сведения, что этот гриб хоть и является съедобным, но он может накапливать такие тяжелые металлы, как медь и кадмий. Поэтому собирать этот гриб следует в экологически чистых местах. Мне этот гриб понравился в жарке и в маринаде, а также очень понравилось запекать этот гриб в глиняных горшочках вместе с мясом, картошкой, сыром и майонезом. Всем удачной тихой охоты, пока!